А ведь когда-то не было ни почтальонов, ни собственно бумажных писем. Еще в Княжеской Руси сообщения на дальние расстояния доставляли с помощью стрел. К ним привязывали клочок бересты и стреляли в ближайшие селения. При полете такие почтовые стрелы издавали характерный свист за счет специальных выемок. И даже если, прочитав его и понимая о том, что это сообщение не предназначено именно жителям этого племени, делом чести было переслать эту стрелу дальше по направлению. Указ о создании почты подписал еще Петр I, а вот в Приморье почтовую связь наладили в первый же год появления Владивостокского поста в 1860 году. Тогда появились и первые почтовые сейфы. Почтарен выставлял, допустим, в какое время он заложил почту. Следующий забирал и выставлял определенное следующее. Кстати, изначально почтовое дело было именно службой. На нее детей нижних сословий записывали с рождения. Начинали в 17-летнем возрасте, а продолжалась служба 25 лет. Интересно, что почтальонами могли стать только мужчины. Женщин не допускали. Это макет настоящей почтовой избы. Они стояли почти на каждой станции. Сюда прискакивал почтальон на своей лошади, отдавал ее специальному человеку-смотрителю и дальше мог спокойно здесь отдыхать и набираться сил перед дальнейшей поездкой. К концу 19 века во Владивостоке появилась голубиная почта. Причем пользовались ею даже во время Великой Отечественной войны. Голуби доставляли письма на военные корабли. К слову, раньше доставка писем могла занять несколько недель. Тормозило не только отсутствие скоростного транспорта, но и то, что сортировали корреспонденцию вручную. Сегодня же это дело нескольких секунд. Компьютер сам считывает индекс письма и сотруднику почты остается лишь положить его в нужную ячейку. Ирина Мокрецова, Станислав Лазебный. Новости на восьмом.